Восемнадцать часов и десять минут в российской столице. Здравствуйте, господа. У микрофона Юрий Прайнко. Напротив меня коллега Николай Сванидзе. Здравствуйте. И нам вместе с нашей такой дружной компанией Мария Армас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы начинаем большой трехчасовой канал, программу памяти Бориса Ефимовича Немцова. Мы решили с Николаем Карловичем объединить сегодня свои программы. Я думаю, абсолютно оправданно. У нас будут гости. К нам присоединится в ближайшие минуты Ирина Хакамада, а чуть позже к нам присоединится Михаил Касьянов. И у нас будут собеседники по телефону. Но я предлагаю и вам, дамы и господа, слушайте «Серебряного дождя», высказываться. Высказываться по произошедшему. Плюс семь девятьсот три семьсот девяносто семь шестьдесят три тридцать три наш смс-портал. Семьсот тридцать сто один код Москвы четыреста девяносто пять наш многоканальный телефон. Сильвер точка ру официальный сайт в интернете. В общем-то, каждому из нас здесь присутствующему Николу Карловичу и мне есть что сказать. Потому что Бориса мы знали лично. Я выступлю сейчас по пальму первенства коллеги. Спасибо. Спасибо. Ну, собственно, вот для начала нашего марафона все уже было сказано. Звоните, пишите смс. Тот, кто, может быть, знал Бориса Ефимовича Немцова, поделитесь своими воспоминаниями, своими эмоциями. Есть повод. Есть повод, дорогие друзья. Кто очно знал, кто заочно знал. Кто очно знал, кто заочно знал. Речь идет и о воспоминаниях о нем, и о том, что вы думаете о его убийстве. Все это имеет право на существование, потому что человек был... Ну, вот давай теперь поговорим о человеке, да? Я думаю, что самое время уже после прелюдии этих начать разговаривать о нем самом. Прежде всего, я выражаю... Я не знаю, может быть, вы от себя хотите сказать, наверное. Вот. Я выражаю глубочайшие соболезнования маме Ении Яковлевне, его, Бориса Ефимовича, родным, близким. Всем тем людям, для которых он был не просто дорог, а составлял большую часть их жизни. Вот. И теперь эта часть большая, светлая их жизни ушла. Вот всем вам я выражаю свои глубокие соболезнования. Николай, короче, присоединяюсь к этим словам. Отдельно просто хочу сказать про Жанну. Жанка, держись. Для нас это тоже большая потеря. Я вчера, когда был на траурном марше... Николай Николаевич, мне не стыдно в этом признаться, несмотря на то, что... Как говорят, в таких случаях мы мужики, да? И у нас только соринка попадает в глаз. Я хочу сказать, что повод страшный. Убийство. Я благодарен вам за то, что вы первым произнесли это слово, потому что у меня... Я не могу до сих пор это произнести. Но мы это произнесли. И чувство горя с одной стороны. А с другой стороны, Николай Николаевич, вчера на марше, когда шли по Кремлевской набережной, когда вышли на Большой Москворецкий мост, и когда я увидел с моста десятки тысяч наших с вами соотечественников, может быть, некорректно, но я испытал чувство гордости. За Бориса и за нас, в первую очередь. Десятки тысяч личностей почтили его память. Я не даю оценки лозунгам, я не даю оценки мнениям, но сам факт того, что вот в этой ситуации десятки тысяч людей выходят, по-моему, это знаковое событие. Я согласен. Абсолютно согласен. Сейчас мы поговорим об этом, но... До того, как мы продолжим разговор, я хотел бы поговорить по телефону и послушать мнение человека, которого я очень люблю и уважаю, так же, как и... Пересоединяюсь. Очень многие другие люди в нашей стране абсолютно убежден. Людмила Михайловна Алексеева. Людмила Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер, спасибо на добром слове. Здравствуйте, Людмила Михайловна, дорогая. Здесь Юрий Пранько, Николай Сванидзе, Мария Армос. Людмила Михайловна, произошла страшная трагедия. Убили Бориса. Страна прошла очередную черту невозврата. Вот на ваш взгляд, прямой вопрос. Какие будут выводы сделаны? И будут ли они сделаны вообще? Очень хочется надеяться. Очень хотелось бы, чтобы был сделан такой вывод, что надо перестать разжигать в стране ненависть и недоверие друг к другу. Прежде всего, с помощью телевидения. Ну и в выступлениях высокопоставленных наших чиновников и выборных лиц. Людмила Михайловна, то есть вы считаете, что... Я надеюсь, я бы хотела надеяться. Но, знаете, еще очень рано делать выводы на этот счет. Было бы просто замечательно, если бы эта ужасная трагедия способствовала окончанию этой отвратительной пропаганды по телевидению. То есть вы считаете, что прежде всего Борис Немцов пал жертвой вот этой атмосферы, которая воцарилась в стране? Во всяком случае, в этой атмосфере это стало возможным. Убийство такого человека. А какого, Людмила Михайловна? Вы же знали Борису, скажите. Ну, начнем с того, что на виду всего мира. Человек, которого знают буквально все. И знают хорошо, а не понаслышке. И этого человека убивают. Это ведь демонстративно. Убивают в таком месте, где муха не может без контроля пролететь. И вот я сейчас слушала по эху. Оказывается, очень трудно понять, кто же стрелял и как это было. Камера, видите ли, как раз та, которая это место просматривала, она была на ремонте. А мимо ехала снегоуборочная машина. То есть впечатление, что было артистически подготовленное убийство. Людмила Михайловна, у меня к вам просьба одна. Которая, кстати сказать, подготовить так не по силу никому, кроме наших спецслужб. У меня к вам просьба, Людмила Михайловна. Что вы будете вспоминать о Борисе Немцове? Каким вы его будете вспоминать? Знаете, каким? Очень естественным человеком. Вот что меня в нем восхищало, подкупало, очень привлекало к нему. Это то, что в отличие от очень многих политиков, он совершенно не задумывался на том, какую позицию он будет занимать там в иерархии нашей. Был он и губернатором, и вице-премьером, и Ельцин Метин в свои преемники. Он всего этого лишился и изменился абсолютно. Самое главное, остался самим собой и верным своим убеждениям. Вот здесь он был неизменен. А какую он будет роль играть, какое место в иерархии занимать, по-моему, он искренне к этому относился равнодушно. Потому что, ну вот, самые последние фотографии. Человек ходит по вагонам метро и раздает приглашение на весенний марш, который стал траурным маршем по нему самому. Но все-таки не каждый из политиков такого ранга и такой известности пойдет в метро раздавать листочки. А он пошел. Причем это было не самоуничижение, не игра. Это было нормально для него. Ну, ну, листочки раздать. Это поможет собрать людей на этот марш. И он идет раздавать. После всех его чинов ему предлагают баллотируйтесь в законодательное собрание Ярославской области. Он не считает, как это я вдруг в какое-то провинциальное собрание рядовым членом идет и борется, и добивается, и работает, а не просто туда баллотируется. Вот это в нем было замечательно. Он всегда остался. Я его знаю с момента, когда он был губернатором. Совсем молодой еще парень. Вы знаете, как он был такой и остался. Лена Михайловна, вчера десятки тысяч наших с вами соотечественников вышли на траурный марш. Борис очень хотел, чтобы антикризис на марше весна приняли десятки тысяч. Но повод оказался другим. На ваш взгляд, вот в этой непростой ситуации, когда с одной стороны уже пошли разговоры о том, что, дескать, это провокация, направленная на дестабилизацию политической ситуации в стране, чуть ли не с Западом спланирован. Ну, вы сами слышали все эти реплики, да? Ну да, большинство, да, обкомы, да, да. Обкомы там, горосполкомы и все остальное. Меня вообще поражает, что вот в этих всех официозных заявлениях о мотивах, мотив личной неприязни, коммерческая деятельность, все, что хотите, кроме того, что это политическое убийство. Но Людмила Михайловна, власть постоянно вот за эти сутки подчеркивает, что Борис Немцов не представлял для них никакой угрозы. Разные комментарии, в том числе господина Пескова, о том, что там при всем уважении к Борису Ефимовичу, его рейтинг был, как он сказал, по-моему, среднестатистического россиянина. Чуть превышал, по сравнению с президентским, чуть превышал среднестатистический. Да, то есть власть-то пытается дистанцироваться и, наверное, действительно... Ну, понятно, почему. Потому что ведь никто, пожалуй, из политиков не может сравниться с открытостью выступлений непосредственно против президента, на что практически никто не решается или по другим соображениям не выступает. Но он это делал, и понятно, что власти хотят, это не мы, это не мы. Но еще раз говорю, само место убийства и того, как все роскошно сделано, просто классически так разыграно, как в хорошо отрепетированном спектакле. Это могут только очень могущественные и имеющие большие ресурсы организации себе позволить. Разговоры о русских националистах, которых, я, сами понимаете, не жалую, просто смешны. Да, Людмила Никас, спасибо. Спасибо огромное. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Михайловна Алексеева была на прямой связи со студией «Серебряного дождя». Я еще раз напомню, не удивляйтесь, здесь в студии Николая Сванидзе, Мария Армас и ваш покорный слуга мы объединили наши эфиры. И с 18 до 21 часа под серебряным дождем вечер памяти Бориса Ефимовича Немцова. Юр, я дозвонилась с председателем Федерального политического совета партии «Правое дело» Леониду Гузману. Добрый вечер, Леонид. Здравствуйте, просто партия «Правое дело» Кремль грохнул давным-давно, так что... Леонид, добрый вечер, про НКО и напротив Николая Сванидзе. Приветствую. Да, приветствую. Не хочу банальных каких-то вопросов задавать, хочу услышать мнение Леонида Гузмана, который хорошо знал Бориса. Да, добрый вечер. Мнение имеется в виду про что-то про Борис? Мнение, Леонид, мнение, если можно, во-первых, о Борисе, и во-вторых, о его убийстве. Ну, про Бориса, я думаю, уже столько говорили, но я только могу сказать, что он был человек очень цельный. Он был человек редкий для политики, поскольку он был человек честный и порядочный, в личных отношениях вообще, что вообще не часто, а уж в политике совсем редко, к сожалению. И он был человек с принципами, с идеями. Вы знаете, вот помните, когда разваливалось КПСС, то никто не пошел защищать Портком и так далее. Хотя вроде бы они там все клялись верности каким-то идеям и так далее. Ну и сейчас такое тоже бывает. Я думаю, что есть масса партий, которые, если вдруг закроют, так никто не будет их защищать. У Бори, Бори не просто декларировал идеи, которые он произносил, это были не просто декларации. Он в это на самом деле верил. Вот это был символ веры для него. Он хотел сделать страну другой на самом деле. Он шел на компромиссы, как любой политик, естественно, особенно когда он был в исполнительной власти. Он терпел неудачу в чем-то, но он всегда помнил, ради чего он это делает. Вот это для него было очень важно и тоже очень редко. И это очень помогало общению с ним, что ли. Потому что была такая общая вещь, которая... Ну вот понятно, что это не слова, не игра, не манипуляция. Вот на самом деле он в это верит. Это было здорово. Леонид, скажи, а вот если так вот разобрать, по большому счету ведь он не находил массовой поддержки в нынешних реалиях. То, о чем постоянно власть напоминает нам вот за все это время с момента убийства, что, дескать, никакой угрозы, ну кто, среднестатистический россиянин, ну да, яркий, ну да, оставил след, как сказал, заявил господин президент в своем соболезновании. Но по большому счету, согласись, он не находил вот этой массовости, массовой поддержки? Конечно, не находил. Конечно, не находил. Но он мог ее найти в любой момент. Дело в том, что вот наша ситуация, мне кажется, сегодня, она такая... она... Вот, по-моему, был когда-то фильм американский «На следующий день», да, после ядерной войны. А наш... «На следующий день после ядерной войны». А наша ситуация, она называется «День накануне». Вот. То есть совершенно понятно, что должны происходить всякие события в большейшее время. Одни, другие, но вот события должны быть. Эта ситуация, которая есть сейчас, она долго продолжаться не может, она взорвется. Вот. И вот после взрыва Боря мог представлять для тех, кто сегодня в власти, например, огромную угрозу. Просто гигантно. Какого рода? Какого рода люди? Мне кажется, что вот после взрыва его могли услышать значительно большее число людей, чем до. Вот. И... Да, и еще одна вещь. Вот. Они понимали, поскольку Боря был очень ярким таким оратором и полемистом, да, то было понятно, что вот его это самое влияние резко возрастет, как только упадут барьеры. Вот как только... Он, кстати, в таком своем интервью недавно сказал, и в одном из последних, он говорит, ну вот представьте себе часовую дискуссию мою с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, просто представьте, сейчас мы с ним, друг против друга, как бы, да, и что будет? И понятно, что он его переиграет. Вот. Ну, вот совершенно очевидно, что он переиграет. То есть одно дело, когда всем заткнули рот, ну, ну, да, тогда все тихо. Вот. А если нет, а если этот кляп вытащат, тогда Боря представлял огромную угрозу. Но при этом я не думаю, что убийство Боря связано с тем, что вот да, действительно, где-то там в высоком кабинете сели, подумали, решили, нет, Борю надо убить, потому что иначе это... иначе он представляет угрозу. Ну, нет, конечно. Это не так было. Я думаю, что скорее это символическое убийство, вот, и скорее это такая эмоциональная реакция не власти непосредственной, а это эмоциональная реакция тех, кто куда, скажем так, еще страшнее, чем власть, это вот таких, ну, совсем фашистов, которые, с одной стороны, поддерживают Владимира Владимировича Путина за его акции на Украине и так далее, а, с другой стороны, считают, что надо действовать радикально, сильнее, там, ну, Киев давно надо было взять, ну, что-нибудь вот такое, вот такого рода люди. Я не думаю, чтобы это был приказ президента, я не думаю, чтобы это был приказ кого-то, кто работает непосредственно с президентом, вот сейчас там, ну, вот, к нему в кабинет вхож по четыре раза на день. Я думаю, что это действие других людей, но при этом я считаю, что ответственность за это лежит на действующей власти и лично на президенте страны, потому что это он сказал в послании к Федеральному собранию, это он произнес, он легитимизировал ненависть, он сказал «Национал предателей», он сказал «Пятая колонна». Всех, да, они, конечно, и так были, но эта ненависть была как бы такой, ну, вне закона, вне правила, вне цивилизованного общества, да, а вот после слов «Пятая колонна и национал предателей» эта ненависть стала системной, эта ненависть стала разрешенной, да, вот, в приличном обществе стало можно это говорить. Спасибо, как результат, да, и как результат убийства Барис Леонид Гозман. А результат вот, ну, не только убийства, а результат вообще много чего. Я вообще думаю, что это знаменует, это убийство знаменует переход на новый этап. Спасибо. Это Леонид Гозман. Мы прервемся на пару минут, и, Николай Гавлович, предлагаю после вот этих небольшой паузы, да, обсудить тут несколько блоков, я себе наметил, да, обменяемся мнениями. Да, давайте, конечно. Две-три минуты. 18.35, меня зовут Юрий Пронько, напротив меня Николай Сванидзе, Мария Армос, плюс 7903-797-633-33-730-101, код Москвы-495. Наш многоканальный телефон, тем, кто в эти минуты присоединился к многомиллионной аудитории «Серебряного дождя», напомню, у нас идет такой трехчасовой, трехчасовая программа, посвященная памяти Бориса Ефимовича Немцова. Игорь Анатольевич, вот я предлагаю обсудить несколько тем, но прежде нас с вами спрашивает, в частности, Игорь, да, не могли бы вы озвучить, когда и где будет прощение с Борисом Ефимовичем. Господа, гражданская панихида по Борису Немцову, которого вот убили 27 февраля, пройдет во вторник, 3 марта, в Сахаровском центре, здесь, в российской столице, панихида начнется в 10 часов утра и продлится до 2 часов дня. Сахаровский центр находится на земляном валу, недалеко от станции метро Курская, Таганская, Чекаловская, но, я думаю, лучше, конечно, на метро подъехать, нежели там где-то застрять в пробке. Еще раз, Сахаровский центр с 10 утра до 14 часов дня. Николай Игоревич, теперь вот, собственно, по теме. Постоянно, в том числе это у нас в эфире уже прозвучало, атмосфера ненависти. А Леонид Гозман даже сказал о фашизации российского общества. Ну, даже я бы сказал, не Леонид Гозман это первый сказал. Просто уже я слышал это мнение из уст ни одного, ни двух, ни трех уважаемых мною людей, граждан России и одновременно экспертов. Кстати, один из них к нам присоединится. Один из них сейчас к нам присоединится. Кстати, человек, который, может быть, давайте поговорим сразу. Значит, представляю вам, дорогие друзья, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец», замечательный журналист Айдер Муждабаев, который как раз недавно в своем блоге, в своем тексте, он сказал, что что там говорить о ненависти, об атмосфере нетерпимости, о злобе. Давайте называть вещи своими именами. Речь идет о фашизме. Радикально. Радикально. Сказал Айдер Муждабаев. И он у нас сейчас на линии. Айдер, добрый вечер. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. Айдер здесь звонит за Пранько Армас. Сейчас повод у нас трагический, но вот Николай Карлович предлагает обсудить тему, которую вы затронули в своей статье. Да-да-да, но не в статье, а в блоге, в тексте своем коротком. Речь шла о том, что на самом деле можно говорить о фашизме. Да, Айдер, так ведь было? Ну, это же видно по всем очевидным формальным признакам. Понимаете, фашизм это не для криков в данном случае слова, а для понимания просто того, что происходит. Мы же можем просто по пунктам сопоставить, что происходило, например, даже не будем Германию брать, чтобы не сдвигать в зону истерики дискуссию. Давайте возьмем Италию по 20-х годов. Давайте возьмем поклонение вождю национальному лидеру. Давайте возьмем массовое желание возродить славу Древнего Рима и Римской империи. Давайте возьмем возвращение в родную Гавиан Ефиопии и так далее. Там столько параллелей, что диву даешься, когда начинаешь вспоминать то, что уже было у нас. Понимаете, не у нас, вернее. Поэтому ничего нового тут, в общем, я не вижу. Это все прямо точно по пунктам совпадает с тем, что и называется как раз фашизацией общества чисто даже по формальным признакам. Ну, может быть, мы перегибаем палку? Может быть, еще пока общество здорово? Айдарь, я имею в виду вот даже вчерашний, да, траурный марш. Ну, посмотри, десятки тысяч, да, наших с тобой соотечественников вышли. Может быть, еще не все потеряно? Может быть, вот эта стадия, знаешь, как зародыш только зарождается, но выздоровление возможно в этой ситуации? Ну, все возможно. В современном быстром, в неащейся мире, как говорит, такую банальную фразу можно сказать, но понимаете, как опять судить? Вот давайте посмотрим, сколько людей вышло вчера в Москве. Я вчера в разговоре с своими коллегами сказал, что вот мне показалось то, что было очень много людей, и вдруг я задумался, а это ведь всего один процент от населения Москвы. Один процент. Айдарь, Айдарь, я должен сказать, что если был один процент от населения Москвы, это очень большая цифра. Вот я, Николай, как раз об этом хочу продолжить. И более смотри, мой коллега, иностранный журналист Штефан сказал, что это очень много, потому что для общества, того состояния, в котором находится сейчас наше общество, которое полностью загипнотизировано вот этой идеей имперского величия, и которое, в общем-то, находится под страшным прессом такой уропатриотической пропаганды, это действительно очень много. Я все-таки согласился не с собой, как это ни странно, с ним, потому что, да, действительно, это много в нынешней ситуации. Если делать на эту скидку, если бы наше общество не было под таким давлением вот этой имперской пропагандой, вот такой как бы швинистическом настроении, конечно, было бы гораздо больше людей. Как ты считаешь, скажи, пожалуйста, вот какие последствия будет иметь эта трагедия, это убийство? Ну, я думаю, что последствия многое тут зависит от нашей власти, конечно, так как там все решения принимаются, можно сказать, одним лицом, конкретно от этого лица, что он решит, в какую сторону повернет, значит, дальнейшее, в том числе, кстати, и пропаганду тоже, да, потому что накал ее невероятен, и он уже просто, действительно, психика у людей разная, чья-то психика вполне может воспринимать эту пропаганду как руководство к действиям, да. Вот это одна из версий убийства с Борисом Немцовым. Вот снизится ли нокаут пропаганды, изменится ли настроение, я вот сегодня подумал, что, может быть, если бы руководитель нашей страны объявил траур и в прямом эфире гражданам сказал, что нет, мы зашли слишком далеко, нет никаких национал-предателей, есть люди с разной точки зрения, пусть мы не согласны с ним большинство, но все-таки это наши люди, а не национал-предатели, вот тогда можно было бы говорить о снижении, как бы, накала, да, вот этого противостояния в обществе, я этого не увидел, я всегда надеюсь, что что-то такое случится, поскольку хочу надеяться на лучшее, но пока по основанию для таких надежд, к сожалению, фактических нет. Ну, судя по сегодняшнему дню, да, если посмотреть картину телевизионную, картинку телевизионную, то все вновь вернулось на круги своя. А последний мой будет вопрос, как ты считаешь, Айдар, вот о самом-то обществе, какие выводы-то сделают, или вновь, в общем-то, прости за прямоту, пофигизм, ну да, поплакали, да, вспомнили и забыли, жизнь продолжается, какие-то свои дела, или все-таки будем оптимистами вот в этой трагической ситуации? А давайте будем реалистами. Проблема в том, что общество в понимании российского не существует в понимании как общероссийского общества. Наше общество, благодаря тому, о чем я говорил, значит, оно так сильно сегментировано, и эти границы очень четкие между сегментами общества, что все воспримут, значит, это страшное преступление по-разному. В том сегменте, когда людей общества, которые вышли почтить память Бориса Немцова, там, конечно, царят разные виды плохих эмоций, да? То есть люди, многие хотят уезжать, возить детей, и, в общем-то, это будет беда для России, поскольку это наиболее перспективная и мыслящая часть, не в обиду остальным будет сказано, интеллигенции, которая всегда приносила славу России и своими изобретениями наукой, литературой и так далее, и всеми любыми другими видами интеллектуальной деятельности. Вот там такие настроения. Я слышал совершенно другие настроения, что туда ему и дорога, и многие известные публичные персоны в России уже настолько офонарели, что публично радуются тому, что пристрелили либераста. Такие у них формулировки, понимаете? И для меня просто это шок. Я ничему не удивляюсь, но мне казалось, что это такой случай, когда такой невозможен. Однако все это оказалось, что возможно. То есть мне кажется, что еще больше пропуляризации общества произошло в связи с убийством Бориса Немцова, потому что каждый увидел в этом свое. Одни увидели страх и ужас грядущего, другие увидели скорую победу над пятой колонной, по крайней мере, моральную загнобить, запугать, застращать, уничтожить, морально заткнуть и так далее. А третий просто, грубо говоря, как смотрели на это все сквозь пальцы, так и дальше продолжают наслаждаться жизнью, подумать, кого-то убили. У нас, в общем, с моралью все довольно плохо давно, поэтому многие просто не колышут, что называется. Спасибо. Спасибо, Айдер. Это был Айдер Муждабаев. У нас появилась гостья в нашем эфире. Ирина Хакамада. Это Ирина Хакамада. Здравствуйте. Здравствуйте. Ир, если вы позволите, или ты, как мы сегодня будем. Значит, я хочу прочитать несколько... Мы знаем друг друга давно все, поэтому... Да, я хочу прочитать несколько СМС. Работала при Немцове в департаменте экономики области. Доступен, умен. К нему губернатору Тейчер приезжала. Из Нижнего, по-видимому. Да, это Надежда Сергеева или Сергеевна, не знаю, из Нижнего Новгорода. Убили двигатель Надежды, Камиль из Казани. Очень-очень больно, что так происходит у нас в стране. Думаю, эта боль объединяет нас всех. Тамара Пермь. Да, Мария. Что-то с микрофоном у меня, по-моему, не слышно. Хотела просто прочитать еще одно. Нет, не слышно. Просто не слышно. А, вот появилось, да. Хотелось, знаете, Николай Карлович, Юрий, от Эдуарда из Нижнего Новгорода. Хотел написать кое-что в рамках приличия. Пишет Эдуард, но слышу вашу скорби и не могу сказать ничего, что хотел. Хоть я и живу 30 лет в Нижнем Новгороде, и будет время и после. Я давно вас слушаю, очень уважаю и скорблю вместе с вами, с близкими и родственниками, ведь они ни в чем не виноваты и не должны страдать еще больше от злословия, которое происходит. Замечательно. Соцсети перегружены злобой, ненавистью к Немцову. Искренне рады его убийству. Я в шоке, пишет Влад из Финляндии. Ну вот то, что я читаю здесь, вот то, что нам приходит злоба, нет. Тоня, Москва. Познакомились два года назад. Мне 32 с детства следила за деятельностью Немцова. Это дает веру в то, чтобы бороться за страну. Он был достойнейшим. Очень больно. Мы еще будем зачитывать ваши письма. Пишите ваши письма. Пишите нам. Ирина Хакамада. Ира, ты долго работала и сдружила с Борисом Немцовым. Прежде всего, просто вот что ты чувствуешь, что ты помнишь о нем? Я понимаю, что много. Может быть, самое главное. Ну, Боря был роскошным преемником. Ну, да. Роскошным. Когда он был преемником? Когда были надежды. У него была харизма. Он верил, что он справится. Потом его вера поубавилась. Все перья отлетают, как только в правительстве поработаешь. Я тоже думала, что я могу изменить весь мир. Поработала год в правительстве. Поняла, что непонятно, кто кого тут удушит. Первый. Очень сложно. Проводить даже такой простой закон, как закон о вмененном налоге. На это 4 года ушло. Вот такая у нас модель власти. Поэтому, когда в 2003-м проиграли, он мне сказал, что я все равно останусь в политике. И я пошла в президентскую кампанию. СПС не поддержал. Чубас не поддержал. А Боря и поддержал единственной. Он же у меня такое впечатление. Он поддержал, да. И потом уже после кампании 2004 года, он говорит, ну, я буду биться. Я говорю, ну, знаешь, я вот год еще побьюсь, но я чувствую, что я уйду. И он меня понял. Он говорит, ты молодец. То есть ты как-то умеешь выйти и заняться чем-то другим. А я вот вне политики себя вообще не вижу. Вот у меня такое впечатление, что когда он ушел из... Хотя он был талантливый управляющий, он руководил большим регионом, он был первым вице-премьером, умел людей строить. Но когда он оказался, вот стал вольным самураем, когда он ушел из правительства, у меня такое впечатление, что он вздохнул полной грудью, и он снова стал самим собой. Он как-то себя нашел. Уже как ни странно вроде. Человек был при таких чинах, при возможности доступа к таким деньгам, которые он не использовал. Не использовал, что для нашей страны крайне не характерно. Но стал он самим собой, когда оказался в оппозиции, когда стал гоним, когда в него стали какие-то как правильно... Кто это недавно написал? Кто-то из... А, Ирэна Лесневская, какие-то карлики. Карлики, сказала она, в него стали бросаться там какими-то комьями грязи. И ничего. И он на это шел. И у него горел глаз. Ну, немножко не так. Он, когда ушел из правительства, для него это был шок. Потому что он делатель. Он не мыслитель, он делатель. Он очень любил делать. И в правительстве была возможность делать. И вдруг с такой скоростью все посыпалось. Потому что тот же Березовский убивал это правительство. И поэтому, когда он ушел в отставку, ему... Вначале была у него дикая растерянность. На рекламу уходим. На несколько минут, потом вернемся в студию. Ирина Хакамада здесь вместе с нами в студии «Серебря на дождь». Одно дело быть бесстрашным как политик. Когда ты осознаешь, что ты идешь на гибель. Мне Рыжков сказал Володе, что они обсуждали этот вариант, что его могут и посадить, и так далее. Но они никогда не предполагали, что кто-то решится на то, что его могли убить. Потом, мало того, что произошло с Борисом, когда он вышел из правительства. Начали растерянность. Потом победа в 99-м году, движение объединенного. Он всех тусовал. Он всех объединил. Он бегал от одного к другому. А последнюю точку уже ставил Чубайси. И дальше, наоборот, было очень много компромиссов с властью. Это поддержка Путина. Это бесконечные переговоры с Сурковым. Он очень часто ходил в Кремль, общался с Путиным. Но это имеешь в виду до 2003 года. До 2002, до Норд-Оста. Первый разлом произошел в Норд-Осте. Объясни. Объясни. Почему первый разлом обычно называют в качестве разлома посадку Ходорковского? Ты... Я первый раз... Я первый раз сейчас услышал из твоих уст дату другую. И событие другое в качестве разлома Норд-Оста. Объясни, пожалуйста. А вы что, не помните, что... Нет, я помню Норд-Ост. Нет, в каждую годовщину задавали про Бориса за его спиной, ему в лицо этот вопрос. Почему ты не пошел? И Борис отвечал откровенно. Мне запретил идти Владимир Путин. И он его послушал. Именно потому, что он тогда был еще компромиссный. Он еще был в команде. В команде как бы с Чубайсовским и Гайдаровским влиянием. Поэтому ему сказали, не ходи, он не пошел. Ты надеялся вернуться? А? Надеялся вернуться во власть? Вот в такую власть? Исполнительную? Правительство? Да нет. Ну ни на что. Ну, там люди... Там теракт. Какая исполнительная... Вы не понимаете, что... Как... Ну, это же адреналин. Это вот... Нет, я имею в виду то, что он шел на компромиссы. В надежде на то... До Норд-Оста. Он в надежде на то, что ему... Вновь... Ему вообще притела радикальная... Оппозиция. Он вышел только что из власти. Он был губернатором. Это власть. Он системный человек. Он системный человек. Все его называют как-то... Да? Пацаном. Ну, только характер пацаном. А вообще системный. Губернатор. Потом... Первый вице-премьер. Первый вице-премьер. Мама родная. Потом стал... Какой-то фракция. Нет, не сразу. Был Кириенко. Он был заместителем председателя Госдумы. Поэтому он привык вообще к тому, что он власти ведет с ней диалог. Никаким сильным радикалом не был. Поэтому, когда в Норд-Осте ему сказали, не ходи, мне тоже сказали, не ходи. Но я сказала, я пойду, потому что там люди. И все. Я как бы вот была не так привыкла к этой власти. Я вообще человек более индивидуальный. А в результате что получилось? В результате получилось, что он трус, и это на него как клеймо повесили. И он возненавидел того человека, который ему это сказал. Скажи, пожалуйста. С этого начался весь разлом. Скажи, пожалуйста, Ира. Скажи, пожалуйста. Вот сейчас, уже возвращаясь к нынешнему дню, к убийству. Вот я здесь читаю вопросы. А кому он, собственно, был нужен? Власти веса никакого. Рейтинг нулевой. То, что говорил Песков. Сравнивая... Странное было абсолютно, на мой взгляд, заявление. Вообще, как можно меряться рейтингом с покойным человеком? Нет, ну давайте, не будем играть в это ханжество. Но даже у Зюганова рейтинг четыре. Да, абсолютно нет. У них у всех эти таковые рейтинги. Нет, по сравнению с Путиным, у всех нулевой рейтинг. У всех нулевой. Мы все, да, все они, карлики, все они в погрешности. Путин забрал все. Да, значит, но, тем не менее, тем не менее, вот если кратко, потому что у нас совсем немного времени. У нас еще будет время, да. Ну, короткий, да, ответ сейчас, и потом можно будет развернуть. Короткий ответ сейчас. Как ты считаешь, он был опасен для нынешней системы или нет? А развернешь потом? Да. Был опасен? Да. Не рейтингом. Рейтинг ведь не определяет всего масштаба человека как политика и всей степени его возможной угрозы. Я же вам говорю, у него был огромный опыт, и он был делателем. Он машину делал, он все эти митинги собирал, делал. Людей, ресурсы, бабки, финансы, туалеты, сортиры. Кстати, Юрслава стал подтверждением этого. Да, продолжим, продолжим. Через 2-3 минуты мы возвращаемся в студию. Прямо сейчас свежие выпуск новостей от коллега службы информации. И присоединяйтесь к нам. Плюс 7903-7976.